МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше полумиллиона рублей было похищено из филиала Пермского вуза. Чем приходится платить березняковцам при невыполнении своих финансовых обязательств? И в Новый год с новыми тарифами на коммунальные услуги. Обо всем этом и не только сегодня в выпуске. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Погрели руки на университетской кассе. Березняковскими следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения 700 тысяч рублей из местного филиала ПГНУ. Оперативники предполагают, что автором финансовой махинации был кто-то из сотрудников вуза. Факт мошенничества вскрылся в филиале Пермского государственного национального исследовательского университета в Березняках. Из вуза было похищено 700 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере. В настоящее время в учебном заведении ведутся следственные мероприятия. Изъята бухгалтерская и другая документация о движении денежных средств на счетах вуза. Устанавливается круг подозреваемых. А сейчас еще об одном деле, где также участвуют деньги. Сегодня судебные приставы изымали снегоуборочную технику у одной из фирм города, директор которой не заплатил по счетам. В очередной раз судебные приставы-исполнители посещают одну из контор нашего города для того, чтобы изъять вот этот КАМАЗ. Организация является должником, и банк, чтобы вернуть хоть какие-то средства, обратился в отдел судебных приставов. Правда, в тот момент, когда КАМАЗ стали увозить, подъехала легковая машина и перегородила выезд. На сегодняшний день доверять должнику у меня нет никаких оснований. Он очень препятствует совершению исполнения решения суда. У меня вызваны наши судебные приставы по ОПДС. Понятые, возможно, даже подъедут правоохранительным органом. Судебным приставам пришлось вызывать сотрудников полиции, среди которых были и представители ГИБДД. Дело до буксировки не дошло. Выезд КАМАЗу все же открыли. Приставы предупреждают, что такое будет с каждым, кто не исполняет свои обязательства. Паркуйся правильно. Под таким лозунгом сегодня дорожные полицейские наказывали водителей, которые занимали места для инвалидов. Вместе с сотрудниками ДПС в рейде побывал и Сергей Коленик. Видите, знак стоит? Видите? Стоянка для инвалидов. Понятно. Все, учту. Штраф от 3 до 5 тысяч. Эти знаки говорят, здесь паркуются только инвалиды. Но зачастую происходит так, что места для людей с ограниченными возможностями занимают абсолютно здоровые автовладельцы. Как и в этой ситуации, отговорка у нарушителей у всех одна. Узнали, что здесь парковаться нельзя? А в дальнейшем будете здесь? Значит, раньше буду парковаться, потому что здесь парковочных мест мало. Я, как водитель, прекрасно понимаю эту женщину. Но правила есть правила, и нарушать их не стоит. Вдруг подъедет человек с ограниченными возможностями. Добираться до входа в здание ему будет гораздо сложнее. Штраф за парковку на местах для инвалидов от 3 до 5 тысяч рублей. Но полицейский сделал лишь устное замечание, после чего отпустил нарушительницу. Но машины заезжали на места для инвалидов каждые 5 минут. А вот и следующий нарушитель. А скажите, пожалуйста, вы знали об этом, что нельзя ставить? Нет, я не знал. А в дальнейшем будете знать, не будете ставить уже? Или как получится? Сделано, не прикажете поставить машину. Сегодня сотрудники ГИБДД в основном делали устное замечание тем, кто хотел поставить свою машину на свободное место, предназначенное для инвалидов. Но в следующий раз пообещали наказывать. Именно это и делал второй экипаж ДПС. Полицейские выписывали штрафы в полторы тысячи рублей водителям, которые паркуют автомобили в неположенном месте. Хозяин этого джипа наверняка потеряет свою машину. Она уже не один день стоит под знаком «остановка запрещена». Теперь авто отправляется на штрафстоянку. Кстати, все действия сотрудников ДПС абсолютно законны. В столице, например, машины давно увозят сотнями. Теперь и до нас очередь дошла. Где знак стоит? А почему так он там стоит? Четырехколесный друг этой девушки остается при ней. Она успела подойти к машине до ее эвакуации. Но штраф ей все же выписывают. Нарушители один за другим парковали своих железных коней у знака «остановка запрещена», не обращая никакого внимания на дорожных полицейских. А те, в свою очередь, штрафовали их. Такие проверки с сегодняшнего дня будут систематическими. Так что водителям стоит задуматься, где парковать свой автомобиль. Сергей Каленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. В Березняках увеличилось число неблагополучных семей. Почти 100 миллионов рублей взыскали с должников. И город не нуждается в хлебокомбинате. Эти и другие вопросы обсудили депутаты на комиссии по социальному развитию. Негативным моментом явилось увеличение числа семей, поставленных на учет социально опасных положений в текущем году повторно из-за ухудшения семейной ситуации, возникших семейных конфликтов, пьянства родителей. Беспризорников и правонарушения, совершенные ими, подсчитали в отделе по делам несовершеннолетних и озвучили цифры депутатам городской думы. Число преступлений снизилось на 18% и чаще всего их совершали студенты строительного техникума и учащиеся 28, 29, 15 и 3 коррекционных школ. С директорами этих учебных заведений на днях должны провести беседы и выяснить причины неутешительной статистики. А тем временем судебные приставы подсчитали, сколько им удалось собрать денег с должников. К уголовной ответственности привлечено по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное уклонение от выплат по алиментам 105 должников. В розыске находилось 209 лиц, разысканное из них 126. Почти 100 тысяч исполнительных производств на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей пришлось обработать отделом судебных приставов за прошлый год. Только половина дела кончена и сумма, которая уже поступила от должников в бюджет, составила примерно 100 миллионов. Сколько лет мы уже торговли? Три года. Три года? Просто Вера Константин сказала, как мы объясняли население. За эти три года вы много раз объясняли? Много вопросов и дискуссий у депутатов вызвал вопрос о продаже Березняковского хлебокомбината. Некоторые депутаты были за его продажи, некоторые против. Тем не менее, хранить предприятие на балансе города смысла нет, считают депутаты. А хлеба в городе и так в избытке. К слову сказать, хлебокомбинат продают уже три года, цена 180 миллионов рублей. К какому мнению все же придут депутаты, станет известно на заседании городской думы на следующей неделе. Екатерина Золотарева, Степан Лекрасов, Новости на ТНТ. Очередное повышение. Уже летом тарифы на коммунальные услуги вырастут почти на 12%. Повышение коммунальных тарифов плановое и пройдет не только в Пермском крае, но и по всей России. Увеличится сумма платежей на услуги тепла, газа, электро, водоснабжения и водоотведения, утилизации ТБО. В среднем по Пермскому краю рост тарифов на услуги ЖКХ составит 11,7%. А сейчас по нашей пятничной традиции коротко напомним вам о том, чем запомнилась уходящая неделя. На канале время самой короткой и динамичной информации. Традиционный обзор главных тем и событий. Новостью номер один на этой неделе стал новый провал, который образовался в районе 26-й школы. Ученые его прогнозировали. Сейчас территория огорожена и в кратчайшие сроки отселяют жителей из 11 близлежащих домов. Наблюдение и видеосъемка за новым провалом ведется с аэростатом. Между тем, на этой неделе стало известно, что Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков ликвидируют. Теперь все функции управления возложены на МВД и Минздрав. Нововведение вступит в силу 1 марта. Также на неделе стало известно, что Березняковский изолятор временного содержания не соответствует требованиям закона. Поэтому теперь все подозреваемые в преступлениях будут содержаться в ИВС в соседних городах. Юбилейные памятные медали в Березняках вручили ветеранам Афганистана. Тех, кто оказался под прицелом той войны в зале ДК имени Ленина, оказалось так много, что церемония награждения заняла больше часа. А в Центре занятости населения состоялась ярмарка учебных мест для школьников. В мероприятии приняли участие 17 учебных заведений и около полутора тысячи учащихся. На этой неделе нас обрадовали и спортсмены. Летающая лыжница Мария Александрова одержала победу на первенстве России. А наша сборная лыжников Пермского края впервые заняла второе место на соревнованиях Приволжского федерального округа. А березняковцы тем временем всю неделю пекли блины и готовились к празднованию в Широкой Масленице. Праздничные гуляния, сжигание чучела и проводы зимы начнутся в воскресенье в час у Дворца имени Ленина. Итоги недели подвела Екатерина Золотарева. Ничто не забыто. Сегодня в 24-й школе состоялась встреча учеников с бывшими узниками фашистских концлагерей. Ветераны поделились с юными березняковцами воспоминаниями о тяготах и лишениях, перенесенных в годы Великой Отечественной войны. История тех страшных лет словами очевидцев. В сюжете Дмитрия Сидельцева. Мама подошла и выхватила этот пистолет из кармана. И наставила на фашиста. Этим пожилым женщинам в годы Великой Отечественной войны было втрое меньше лет, чем сегодняшним семиклассникам. Антонина Никифоровна была четырехлетней девочкой, когда нацисты стерли с лица земли ее деревню, а саму отправили вместе с матерью в концлагерь. Эти годы пережитые, я как считаю, они трудные были, очень трудные. Но они очень дорогие. И это место, где там все разбито, развалено, оно мне самое дорогое, самое близкое. Краски, с которыми были описаны страшные события тех лет, не потускнели с десятилетиями. Реальные истории из жизни бывших узников концлагерей ребята слушали, затаив дыхание. И яркие эмоции, с которыми ветераны делились воспоминаниями, рождали ответное чувство. Большую благодарность, что они подарили нам победу, что мы сейчас живем под свободным небом, что не боимся, не живем где-то в землянках, а в теплом доме. Живая память об ужасах войны, передаваемая из поколения в поколение, необходимо для того, чтобы подобное впредь не повторилось, считают организаторы встречи. И я думаю, что вот они сейчас придут домой, они задумаются, задумаются, и вот наша встреча, она, мне кажется, не пройдет бесследно. Вот такими встречами, такими мероприятиями, мы как раз должны в детях воспитывать негативное отношение ко всему вот этому националистическому. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов, новости на ТНТ. А сотрудники музея имени Коновалова в очередной раз продемонстрировали свое неравнодушие к Великой Отечественной войне и подготовили для березняковцев уникальную выставку. Одной из первых побывала на ней Екатерина Федорова. В преддверии великого события, 70-летия со дня Победы, городской музей имени Коновалова организовал памятную выставку «Солдаты Победы». Научный сотрудник Роман рассказывает, что удалось собрать уникальные экспонаты того времени. И ему самому, не только как научному сотруднику музея, но и как потомку, тема Великой Отечественной очень интересна. На самом деле, меня очень, так скажем, волнует именно период Великой Отечественной войны, как историка, это моя исследовательская тема, так скажем. Но, естественно, хочется, чтобы побольше правды было вот именно озвучено. А в чем она заключается? В чем? Ну, она в мелочах. И действительно, даже такие мелочи, как складная вилка-ложка немецкого солдата или пробитая советская каска, хранят в себе целую историю. В тяжелое военное время на фронт ушли 12 тысяч березняковцев, а вернулись только 4 тысячи. Прежде всего, конечно, хотелось показать именно современным людям, но, по большей части, конечно, молодому в нашем подрастающем поколении, о том, какой правдой жили вот именно солдаты. Посмотреть экспонаты и прикоснуться к историческому наследию березняковцы могут в городском музее имени Коновалова. Выставка будет работать почти до конца июня. Выставка, посвященная 70-летию Победы, наверняка многих из нас навеяла воспоминания, когда прабабушка или прадедушка рассказывали о самых тяжелых временах, о временах Великой Отечественной войны. Сегодня в музее имени Коновалова представлена книга «Солдаты Победы», где каждый посетитель выставки может рассказать о впечатлениях. Екатерина Федорова, Лев Сабуров, новости на ТНТ. Мастерковых дел мастера. Сегодня в филиале Березняковского строительного техникума прошел краевой конкурс штукатуров маляров. Когда цена Победы исчисляется в миллиметрах, знает Дмитрий Сидельцев. Приготовились, ребята? Так, все, начали. Это на первый взгляд работа штукатуры маляра – лишь грязь да пыль. На самом деле ее можно назвать ювелирной. На первом этапе конкурса участники должны подготовить рабочую поверхность, установив так называемые маячки. Это специальный профиль, закрепленный с точным соблюдением уровня во всех плоскостях. И здесь строгая жюри учитывает каждый миллиметр. Миллиметр в пиальце выехал. На конкурс приехали 12 участников из 8 городов края. Березняковцы по условиям турнира, как принимающая сторона, соревнуются вне конкурса, в отдельной категории. По итогам первого этапа явный фаворит Анастасия Василевская из Чайковского. Кстати, она уже может похвастаться первыми профессиональными победами. Неделю назад она выиграла краевой конкурс плиточников в Перми. Поступала, честно, на парикмахера и настроителя. Прошла, решила попробовать сюда. Планы закончить техникум с красным дипломом и поступить на вышку. Уже на инженера. На то, чтобы сделать идеально ровной поверхность стены площадью 3 квадратных метра, участникам дается 4 часа. И скорость работы – не самый главный критерий оценки. У нас требования к этой профессии. Если вам надо предназначить кого-то, и вам выполнять ремонт в квартире. Вы же будете ходить каждый шовчик смотреть, каждую петельку, каждый шовчик. Здесь так же. И поэтому она работа щепетильная. И требует очень много усердия. Но и качество должно быть. С заданием справились все участники. Правда, с переменным успехом. И в итоге определились три победителя. Первое место занял штукатур из Перми Роман Субботин. Насте Василевской на этот раз досталось серебро турнира. Ну а почетное третье место было присуждено мастеру из Красновишерска Холзаковой Евгении. Но, как считают организаторы конкурса, выиграли все, приобретя полезный опыт и практику. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Те, кто планирует сэкономить, это информация для вас. В субботу в Березняках состоится сельскохозяйственная ярмарка продажа. Березняковцы смогут купить рыбу, мясо, молочные продукты и овощи по ценам производителей. Изготовители будут реализовывать свою продукцию напрямую без наценок. Очевидные плюсы такой ярмарки для покупателей – это цены на рыбу в полтора раза ниже, чем в среднем в магазинах города. А мясо покупатели смогут приобрести на 10-30% дешевле. Молочные продукты в среднем будут на 15% дешевле. Организаторами ярмарки выступают Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березняки и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Торговля будет организована на Советской площади с 10 до 17 часов. Наступающие выходные продлятся на один день дольше. И виной тому праздник – День защитника Отечества. А какой он защитник и насколько престижно сегодня служить в армии, мы узнали у березняковцев. Мужчина – это же воин, он должен защищать свою родину. Можно как бы с ногой накачаться, можно послужить и защитить свою родину. Сын наш сходил в армию, благополучно вернулся, я думаю, только возмужал. Я считаю, что мальчикам нужно в армии служить, для того, чтобы они защищали родину потом. Настоящие мужчины должны заниматься мужским делом, служить в армии. Ко дню защитника Отечества в детском саду номер 80 состоялись соревнования не для слабых. Конкурсы были приближены к испытаниям известного телешоу «Большие гонки». Были и сражения с «Быком». Сюжет о самых сильных и ловких далее. Яркие и красочные две спортивные команды. И главные герои, которые входят в их состав, конечно же, папы. А кто из них окажется сегодня самым быстрым, сильным и ловким, покажут конкурсные испытания. Руководство детского сада уверено, что совместные мероприятия с родителями очень важны и нужны. Родители узнают больше о своих детях, а дети гордятся своими родителями. А мальчишки, как и папы, мечтают служить в армии и защищать свою родину. Таких мероприятий нужно больше проводить. Стараемся участвовать во всех. То есть детям это очень нравится, когда со стороны родителей есть поддержка. Они приходят, помогают им, играют, контакт налаживается. Помогает это и воспитателям. У меня есть папа. Спросите, какой он? Самый сильный папа, самый храбрый воин. Добрый, умный самый. Как не похвалиться? Я скажу вам беспрекрасно. Дома папа высший класс. Всю неделю с ней терпением. Жду субботы, воскресенье. Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! Екатерина Золотарева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и хорошего вам отдыха в эти выходные дни. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Информация предоставлена Центром ФОБОС